Дай почитать. Ковры, кстати, называют белуджи. Они были очень популярны в период Афганской войны. Интересно, какие ковровые узоры появятся в связи с последними событиями в этой стране. А знаете, почему у многих народов есть запрет не передавать через порог деньги, не прощаться через порог, не здороваться и не целоваться через порог? Кстати, традиция переносить невесту через порог из этой же серии. Сакральность порога связана с древним обычаем хоронить под порогом покойных членов семьи. Предки так оберегали дом от нежелательных гостей, врагов и злых сил. А не хотели бы вы, дорогие слушатели, примерить серьги-гильотины, созданные французскими ювелирами в 1794 году? Верхняя часть украшена фригийским колпаком, символом борьбы за свободу, а в нижней части болтаются отрубленные головы королевы и короля. Изящная вещица. А вот у королевы Виктории была странная любовь к зубам. Сначала она заказала золотую брошь с молочным зубом своей старшей дочери, но с годами она собрала внушительную коллекцию украшений с зубами. А еще она увлекалась поделками из волос, дарила близким браслет из своих же собственных локонов. Очень странное увлечение. Многие письма Льву Толстому содержали слова «я ваших книг не читал, но не могли бы вы дать мне денег». Дело в том, что многие не были знакомы с литературным творчеством писателя, но очень хорошо знали его убеждения. Говорят, что когда Шагал был в Москве, он был поражен красотой полотен Левитана и просил Третьяковку отдать ему один пейзаж в обмен на все свои картины. Не согласились? Все эти забавные и удивительные истории из книги историка и журналиста Александра Радаева «Парнастский пересмешник. Новеллы из истории мировой культуры». Он создал телеграм-канал «Парнастский пересмешник», который за два года стал одним из самых читаемых по истории и культуре. В семи главах скомпонованы небольшие истории о безделушках, нравах, животных, одежде, а они никак не связаны. Поэтому иногда переключаться с одной темы на другую бывает трудно. Но в конце концов на то это и «Парнастский пересмешник. 16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!